ДИКТОР ДМИТРИЙ ПОЛЯЧУК Сегодня в выпуске угрозы подтопления пока нет. Сотрудники МЧС проинспектировали реки района. Пациентов разделят на два потока. Руководство городской больницы приняло меры по ликвидации очередей. Акционерное общество «Саянск Химпласт» приступило к строительству второй очереди мембранного электролиза. Сотни подарков и благодарные улыбки детей сотрудники Зиминской ГИБДД провели акцию «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». А теперь об этих и других событиях более подробно. Сотрудники МЧС провели проверку рекса и Назиминского региона и пришли к выводу, что угрозы подтопления населенных пунктов в данное время нет. В начале апреля сотрудниками МЧС был проведен комплекс противопаводковых мероприятий. В зоне особого внимания у спасателей реки Ака и Кельтейка. По Зиминскому району это зима, река Зима. Действительно там частями лед сошел, местами еще лед стоит, но в ближайшие 2-3 дня я думаю, что ледоход пойдет и зима чистится. Пока угрозы затопления населенным пунктом нет. Особо беспокоил спасателей вопрос возникновения ледяных заторов вблизи железнодорожного и автомобильного мостов через реку Ака в Зиминском районе. Пока угрозы подтопления на данный период времени на территории Саянско-Зиминского региона нет. Позже, после плановой проверки, руководство МЧС отчиталось о проделанной работе на селекторном совещании при губернаторе Иркутской области Сергея Ироченко. Задачи, которые были поставлены перед главами администрации сотрудниками МЧС, будут выполнены. Трудно попасть на прием к врачу, пройти медосмотр, заверить больничный. Очереди стали бичом нашего здравоохранения. Руководством Саянской городской больницы приняты меры по сокращению очередей в лечебном учреждении. Больших очередей регистратуры поликлинику Саянской городской больницы теперь не будет. Проанализировав напряженную ситуацию, руководство медучреждения приняло кардинальные меры по искоренению проблемы. Так, пациенты, нуждающиеся в лечении и люди, проходящие медосмотр, теперь разделены на два потока. По 302 приказу, с января прошлого года, документы оборот при медосмотре вырос в четыре раза. Для того, чтобы человек получил необходимый положенный ему пакет документов после медосмотра, наш регистратор задействован примерно на полчаса на каждого человека. Для того, чтобы упорядочить эту систему и не затягивать очереди по утрам, мы требуем от работодателей информацию от тех, кто каждый конкретный день придет к нам на медосмотр, подавать заранее, чтобы мы эти пакеты документов готовили и по утрам просто выдавали, не растягивая очередь. Из общего потока выделены пациенты, которых врач, например, участковый терапевт, может записать к узкому специалисту самостоятельно. Терапевт начал лечение, обследовал человека, определил, что ему нужна с помощью узкого специалиста. Сам через компьютер тут же записал в свободное время к узкому специалисту, и узкий специалист тут же увидит эту запись, и человек будет избавлен от необходимости спускаться в регистратуру и еще раз стоять в окно и узнавать, когда ему можно будет попасть на прием к специалисту. Узкие специалисты будут работать по направлению терапевтов и диспансерному обслуживанию. Впредь визита пациента доктор будет расписывать на полгода вперед. За день, за два наши регистраторы будут прозванивать людей, которым нужно прийти на диспансерный учет, уточнить время, уточнить то, что он придет. Ну, допустим, это будет первая половина дня. А во вторую половину дня уже терапевт сможет записать человека на прием к узким специалистам. Таким образом, мы планируем регистратуру от очередей разгрузить. В регистратуре лечебного учреждения действуют два телефона по номерам 52424, 51434. Кроме того, на прием к доктору можно записаться через официальный сайт городской больницы. 1 апреля размер трудовой пенсии возрос более чем на 3%. Также увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению и ежемесячные денежные выплаты, которые вместе с пенсией получают федеральные льготники. В связи с ростом цен и среднемесячной заработной платы законодательством Российской Федерации предусматривается индексация размера страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца, включая фиксированный базовый размер указанных пенсий. В 2013 году эта индексация проводилась дважды. С 1 февраля мы провели индексацию трудовых пенсий на 6,6%, а вот с 1 апреля сегодняшнего дня мы уже провели индексацию ежемесячных денежных выплат на 5,5%, социальные выплаты на 1,81%. Средний размер трудовой пенсии в феврале для жителей Саянска, Зимы и Зиминского района составлял 9,5 тысяч рублей. С 1 апреля произведена доиндексация на 3,3%. Мы с третьего начинаем выплату, и все пенсионеры в повышенном размере получат у нас эти выплаты. В августе 2013 года произойдет традиционный перерасчет трудовых пенсий работающих пенсионеров с учетом поступивших в 2012 году страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение от их работодателей. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке. В Саянске создана новая общественная организация Ассоциации Советов многоквартирных домов в целью ограничения негативного влияния реформ в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Согласно положениям 354-го постановления о новых правилах предоставления коммунальных услуг, с 1 января 2013 года мы обязаны оплачивать общедомовые расходы ресурсов – электроэнергии, горячей и холодной воды, тепла. По теплу Иркутская область получила два года отсрочки. А во что обходятся расходы на оплату общедомовых нужд по воде при отсутствии общедомовых приборов учета, мы за два минувших месяца почувствовали. В конце февраля правительство Иркутской области вновь вернулось к прежним подходам оплаты коммунальных услуг населением. Произошло это благодаря активности местных властей и гражданской активности населения. Первыми о своей позиции заявили саянцы. Писали губернатору в законодательное собрание не только чиновники администрации и депутаты городской думы, но и члены общественного совета. В Саянском общественном совете действует рабочая группа по вопросам жилищной политики, возглавляет которую Николай Хлыстов. Он считает, что вопросы ЖКХ сегодня для населения самое главное – от обычной пенсионерки до обеспеченного предпринимателя. И никто, кроме самих людей, их права защищать не будет. Поэтому выход Николай Алексеевич видит в создании советов многоквартирных домов. Именно он должен работать с ресурсоснабжающими организациями. Это вроде как бы государство. Да нет здесь никакого государства. Это отдельные элементы недобросовестные, которые решили нагреть руки. В Саянске сегодня создано порядка 40 советов многоквартирных домов. В городе 130 многоквартирных домов. Создавать их имеют право только сами жильцы. Если в течение года не смогли, то должна помочь местная власть инициировать процесс. Сегодня подобрать самое сложное – это вот в 130 домах такой работоспособный актив. А особенно председатели совета домов. Это по-советски управдом. Если по картинам помним советским, но на Бордюкова играла. Это настоящий управдом, там крепко держащий. Вот такой хозяин и должен быть. Но и это не последний шаг, считает Николай Хвыстов. Создав во всех 130 домах советы, мы все вправе объединяться в какую-то общественную организацию на любой основе. Значит, вот это мы как раз и предложили, что создать ассоциацию, некоммерческую организацию всех 130 домов города. То есть в целом ассоциацию города. И привлечь к работе в ней 5-6 специалистов в области ЖКХ, юриспруденции, экономики. Есть ли польза от создания совета дома? Яркий пример – дом номер 32 в микрорайоне Олимпийский. Его совет возглавляет сам Николай Хвыстов. Это практически единственный в городе дом, где по итогам февраля была достигнута экономия по холодной воде на общедомовые нужды. А его подъезд – единственный в доме и в городе, где жильцы в два раза меньше платят за жилищные услуги. Выглядит он при этом несравнимо с другими. И это доступно в каждом доме, утверждает Николай Хвыстов. Нужно только поработать. Бесплатную онлайн-консультацию по вопросам государственного софинансирования пенсии сейчас может получить любой гражданин. Пенсионный фонд России открыл центр онлайн-консультирования по вопросам участия в программе государственного софинансирования пенсии. Теперь любой гражданин, обратившийся через сайт пенсионного фонда в режиме интернет-чата, получит необходимую консультацию о порядке вступления в программу и условиях дальнейшего в ней участия. На сегодняшний день, кстати, вот эта программа софинансирования Сенски набирает популярность. Но это связано в связи с тем, что начались выплаты накопительной части по срокам назначения пенсии в виде единобременных выплат, в виде срочных выплат, в виде непосредственно накопительной части трудовой пенсии. И как следствие возникают многочисленные вопросы, за ответами на которые жителям Саянска-Зимы и Зиминского района приходилось обращаться в региональные офисы пенсионного фонда, что не всегда удобно. Сейчас ответы на вопросы общего характера можно получить, не выходя из дома. Хочу обратить внимание, что некоторые вопросы специалисты просто от центра онлайна не смогут вам ответить, в силу того, что либо они не располагают базой данных, а либо это не имеет права, потому что некоторые вопросы касаются персональных данных конкретно застрахованного лица. Пенсионным фондом планируется расширение тем консультирования граждан по пенсионным и социальным вопросам. В начале 2014 года акционерное общество «Саянский химпласт» планирует довести мощности производства собственного хлора до 180 тысяч тонн, что должно полностью покрыть потребности завода. В настоящее время идет строительство площадей, где разместится новое оборудование. Сегодня в 101-м корпусе производства хлора повторяется история почти десятилетней давности. Еще одна часть бывшего зала ртутного электролиза превратилась в стройплощадку. Старое оборудование вывезено отсюда несколько лет назад, а 1 октября 2012 года сюда зашла бригада строительной фирмы «Вост Сипстрой». Строители занимались разборкой старых металлоконструкций, сломали бетонное покрытие, выбрали грунт. Сейчас заканчивается его вывоз. В пределах 1800 кубических метров. Демонтаж старых металлоконструкций в пределах 20-25 тонн. Также строители обновили кровлю над помещением, сделали новую защиту, утепление покрыли шифером. Внутри корпуса идет укладка нового бетонного покрытия пола и монтаж металлоконструкций. Здесь будет установлен еще один мембранный электролизер, девятый по счету. Основная цель – это монтаж девятого электролизера с сопутствующими элементами, его пуск и достижение мощности, доведение мощности по хлору до 180 тысяч тонн. Начальник установки мембранного электролиза Евгений Панфилов добавил, что реконструкция на площадях бывшего ртутного электролиза рассчитана не только на установку девятого электролизера, но с прицелом на то, что появится и десятый. Установки новых электролизеров будут сопутствовать и другие объекты. Поскольку производство хлора возрастет, то и установка выпаривания щелочи, то есть мощности производства каустической соды, также возрастут. Задачи реализации проекта по увеличению мощности производства хлора в целом комплексные. В частности, будет модернизирована и система энергопотребления. Это означает то, что мы можем регулировать на данных электролизерах нагрузку, независимо уже от общего зала, тех семи электролизеров, которые у нас будут. И это позволит нам более плавно нивелировать нагрузки уже непосредственно на данном электролизе. Летом, во время остановочного ремонта, запланирован монтаж оборудования. Пуск нового объекта намечен на ноябрь-декабрь текущего года. Автопарк акционерного общества «Саянский пласт» пополнился новым большегрузным автомобилем. Компактный современный «КамАЗ» имеет массу преимуществ, среди других выделяет новенькую машину и ее жизнерадостный цвет. Теперь хорошее настроение обеспечено надолго. Передовик – отличный специалист, неоднократный победитель конкурса по водительскому мастерству Игорь Иванович приноравливается к своей новой машине. «КамАЗ Цвета Солнца» прибыл из Иркутска на днях. Долго, как говорится, ждал, что может получится новую машину получить. На старой отработал 20 лет. Ну, так что настроение отличное. Комфортабельный, надежный, экономичный. Достоин с «КамАЗа» новой модели не перечесть. И делится водитель с 30-летним стажем. Обновление грузового парка предприятия стратегически необходимо, отмечает руководство автотранспортного цеха Акционерного общества «Саянский пласт». Новая машина меньше будет простаивать в ремонтах, больше находиться на линии. Отсюда и отличная результативность работы. Расход данного автомобиля до 20 литров на 100 километров. Тогда, когда аналогичный ЗИЛ 130 на 100 километров по месту сжигает 37 литров. Данный автомобиль будет выполнять междугородные рейсы, в том числе для выполнять рейсы по перевозке опасных грузов для завода. Данный автомобиль обязательно будет оснащен системой ГЛОНАСС, но и эффективно использоваться на линии. Обновление автопарка предприятия будет продолжаться. Так, ориентировочно в летние месяцы поступят три новых комфортабельных пассажирских автобуса. В течение марта сотрудниками ГИБДД города Зимы совместно с «Авторадио» проводилась акция «Подарить частичку доброты», в ходе которой собраны сотни подарков для детей из школы-интерната. Буквы разные писать, только пёрышки в тетрадь. Учат школе, учат школе, учат школе. Доль дороги, как ходить, как её переходить. Учат школе, учат школе, учат школе. Дружба сотрудников ГИБДД Зимы с воспитанниками школы-интерната давняя, но в основном инспекторы приходили к ребятам с лекциями и беседами, разъясняющими правила дорожного движения. Сегодня особый день. В гости к школьникам автоинспекторы пришли не одни, а с друзьями. Участниками акции «Подарить частичку доброты», которая проходила в Саяно-Зиминском регионе в течение месяца. Люди-предприниматели очень активно откликнулись на нашу затею, идею, предложение. Ежедневно в авторадио поступали звонки. Поступали звонки в шестую школу директора, спрашивали, в чём нуждаются ребята, что в первую очередь необходимо им. Предлагали активно помощь. Сотни подарков для воспитанников школы-интерната были собраны в ходе акции. Настольные игры, канцелярские принадлежности, одежда, обувь. Как выяснилось, подарки для этих детей – большая редкость. Этот праздник у нас сегодня первый. Вообще за время существования детского дома нам уже 20 лет. Поэтому очень приятно, что у нас есть люди неравнодушные детским судьбам. Всем им огромное спасибо, здоровья и удачи. Я думаю, они будут. Кто, помогая детям-сиротам, всегда получают благодарность где-то свыше. Мальчики, молодец, а сюда посмотрели, девочки, а сюда посмотрели. А кто-то прибыл. Вам прибыл велосипед, главный наш подарок. Садись, садись. А в другой путь. Колеса снахачиваются. Покупайте. Радость ребятни безгранична. Каждому нашёлся подарок по душе. Клёвые подарки. Ну, всё понравилось очень. Спасибо большое. Ну, особенно бисер понравился, потому что я этим увлекаюсь уже давно. И собираю всякие бисер, разные подделки делаю. Ну, мне очень всё понравилось. Акция «Подари частичку доброты», проведённая сотрудниками ГИБДД совместно с Авторадио, первая. Но организаторы уверены, не последняя. Автоинспекторы зимы взяли шефство на школы-интернатам. «Берегите детей». Автоинспекторы совместно с преподавателями образовательных учреждений проводят городскую акцию, цель которой сократить количество ДТП с участием юных пешеходов. На открытом уроке, который провели сотрудники автоинспекции в седьмой школе, не было тетрадок не учебников, а скучные школьные лекции заменили практическими занятиями. Дорожные инспекторы отвечали на вопросы школьников и на примерах рассказывали, как вести себя на проезжей части. Такое мероприятие, по словам преподавателей и сотрудников ДПС, проводится уже третий год подряд. В школах города Саянска проходит акция «Берегите детей», в рамках которой сотрудники госавтоинспекции посещают школы для того, чтобы ещё раз напомнить учащимся о том, как нужно себя правильно вести на дорогах. Инспекторы рассказали ребятам о том, что в последнее время в Иркутской области участилось количество несчастных случаев с участием юных пешеходов. Но вот для того, чтобы не попасть в беду, необходимо не только знать, но и соблюдать правила дорожного движения. Инспекторы задавали ребятам вопросы, а школьники отвечали на них и рассказывали случаи из собственного опыта. Моё мнение, что все аварии происходят из-за нарушения правил дорожного движения. Все аварии. Дети могут нарушать, проходить дорогу не в положенном месте. Взрослые не смотреть на дорогу, превышают скорость. Как отметили инспекторы, на каждом уроке дети с удовольствием общаются, узнают для себя много нового и интересного. И, как признаются сами, с нетерпением ждут новой встречи с сотрудниками дорожной полиции. 2013-й в России объявлен Годом экологической культуры и охраны окружающей среды. В Саянске в течение года пройдет цикл мероприятий, направленных на повышение экологической культуры горожан. В минувшей неделе в Саянске прошло торжественное открытие Года охраны окружающей среды. Часто мы не бережем то, что дано нам природой. Поэтому, я думаю, в этот год мы акцентируем внимание на охране природы. Хоть и говорят, как-то один из поэтов сказал, «Все меньше окружающей природы, все больше окружающей среды. Так вот, пусть нас окружает благоухающая природа, а мы будем ее охранять». Саянск – один из самых зеленых городов не только Иркутской области, но и России. Первостроители, учитывая минусы планировки наших соседей, Устилимска, Братска, Байкальска не допустили их при возведении Саянска. Нас окружает лес и сохранить его обязанность каждого жителя. Мы строимся, мы развиваемся, и это невозможно без вырубки деревьев. Поэтому каждый год мы восполняем свой зеленый фон. В прошлом году, например, было совместно с организациями на улице города и в учреждениях образовательных высажено более 400 деревьев. Мы украшаем улицы цветами. Цифру тоже назову. 46 тысяч единиц рассады мы высаживаем только на улице города. И это лишь малая часть того, что делается в городе. Десятки мероприятий, направленных на повышение экологической культуры горожан, пройдут в Саянске и в течение 2013 года. Дни защиты от экологической опасности. 22 марта по 15 сентября. Международный день птиц, Всемирный день земли, марш парков и другие. Мне верится, что именно в этот год появятся новые традиции, новые начинания, с которыми вы выступите. Успехов вам! Мероприятия года экологической культуры и охраны окружающей среды пройдут во всех учреждениях культуры, школах и дошкольных учреждениях Саянска, на предприятиях и в организациях города. В воскресенье большой православный праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Его в Саянском Благовещенском приходе отмечают особенно торжественно. Этот престольный праздник нашего храма. По традиции в город прибудут высокие гости. Праздничную службу проведет епископ Иркутский Ангарский Владыка Вадим. Благовещение Пресвятой Богородицы отмечается 7 апреля. Это великий христианский праздник, означающий благое и радостное для всех людей событие. В этот день Архангел Гавриил и Весик Пресвятой Деве Марии возвестил о том, что она родит Великого Сына Божьего Иисуса Христа. Как было предсказано, так и случилось, несмотря на то, что Мария была непорочной. Праздник двунадесятый. Один из двенадцати, как мы говорим, великих праздников, самых больших праздников христианской церкви. Поэтому, так как наш храм как раз в честь, вернее, да, в честь благовещения вот освящен этого события удивительного, поэтому и для нас, а так как у нас в городе один храм, то есть и для храма, и для города этот праздник, ну, является, ну, значимым событием. В субботу, шестого апреля в семнадцать часов в храме будет свершаться праздничное всеночное обдение. Утренняя литургия начнется с седьмого числа с восьми часов. Епископа нам еще не назначили. То есть решения синода нету, а назначение епископа. Поэтому временно управляющим нашей епархии Саянской является как раз митрополит Вадим. Он и приедет сюда вот на божественную литургию, служить службу божественную, ну, и, соответственно, посмотреть, как у нас стоят дела здесь на приходе, ну, и, может быть, и в какие-то храмы заедет в нашей епархии Саянской. Вот, то есть с таким архипастерским визитом он прибудет сюда. Всех поздравляю, ну, и приглашаю на праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы – праздник, в котором по церковному обычаю нельзя заниматься никакой работой, ведь даже птицы не вьют гнезда в этот день. Согласно народным приметам, если седьмого апреля будет тепло, то Пасха будет холодная. Хорошая погода обещает хороший урожай, а если пойдет снег, то хорошего урожая ждать не стоит. В зиме прошли традиционные соревнования по самбо. Наши атлеты выступили весьма успешно и в очередной раз пополнили копилку сборной медалями высокой пробы. В прошедшие выходные в зиме прошел третий ставший уже традиционным городской турнир по самообороне. В соревнованиях приняли участие около ста атлетов из городов Приангария. В этом турнире саянские атлеты заняли второе место. Для нас это очень хороший показатель, так как проиграли саянцы титулованным атлетом из поселка Залари. Я провел два боя с саянцем. Я победил его. И Залари проиграл на одно очко. Я сам занимаюсь сегодня год. Я буду хорошо тренироваться. И я буду все равно победителем. Главный тренер Заларинской сборной мастер спорта по самбо Геннадий Елик отметил высокий уровень подготовки наших атлетов. Кстати, такие соревнования позволяют всем ребятам, которые занимаются самбо, не только улучшить свое мастерство, но и получить разряд. Я замечаю, что с каждым годом ребята все лучше и лучше и лучше начинают бороться. Физическая подготовка тоже выше и выше. И надеюсь, что в дальнейшем ребята уже будут показывать не только в своем кругу, но уже и в области высокие результаты. Сейчас наши ребята готовятся к новому турниру, который пройдет в Ангарске. Как сообщил тренер городской сборной по самбо Николай Каргин, уже сформирована команда и пять саянских атлетов поедут на областные соревнования. На этом информационная часть выпуска завершена. Продолжит нашу программу традиционная рубрика «Люди говорят». 7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. О заботе цели о своем здоровье жителей нашего города – это и будет темой нашего сегодняшнего опроса. В школе мы ходим на физкультуру, на всякие секции. Не курим, не пьем. Ну, прогулки только больше какие. Зарядки такого нет. В таблетки меньше употребляем. Больше только овощей, фруктов. Также из еды мясного меньше употребляем. Жирности также. Ну, ответ единственный – правильный образ жизни, справедливый для своего здоровья. Поменьше пить, поменьше курить. Заниматься спортом по возможности больше. Вот идем в стоматологию, лечить зубки, чтобы все в порядке было внутри. Не курить, не пить. Занимаюсь зарядкой каждое утро. Хожу на физкультуру. Чтобы быть здоровым, что нужно соблюдать, какие правила, требования? Самое первое – улыбка. Самое второе – еще раз улыбка. Ну и третье – забыть о здоровье ежедневно, а не та, которая приспичит. Заниматься спортом, ну, как бы не употреблять вредные вещества, там, сигареты, там, пиво, еще что-нибудь. Вести здоровый образ жизни, есть овощи, фрукты, у них подошло много витаминов. Не знаю, курить бросить. Ну, а чего больше? Ну, водку нельзя пить. Субтитры подогнал «Симон»!